Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня, 25 июня, команда «Роклодинамикс» подготовила очередной вебинар и тему сегодняшнего выступления «Методы картопостроения для решения различных практических задач в дизайне региологии». Меня зовут Иван Рогачев, я являюсь менеджером по продажам компании «РФД». Сегодня буду выполнять роль модератора. Основным докладчиком выступает Антон Диктедрев, старший геолог группы технической поддержки в городе Москва. Прежде всего, хотелось бы выразить благодарность всем участникам сегодняшней сессии. Уверена, что она будет интересна и полезна. Несмотря на сложившуюся ситуацию в нашей стране и в мире в целом, все отделы компании «РФД» продолжают свою работу, и это касается в том числе и отдела поддержки. Потому, если у вас есть какие-либо вопросы, вы всегда их можете адресовать по электронной почте, указанному на слайде. Не стоит забывать, что основным аспектом нашей жизнедеятельности является здоровье, потому берегите себя и своих близких. Старайтесь избегать ненужных контактов. Правила проведения вебинара остались прежними. Звук будет транслироваться в одну сторону от ведущего. Мы попросили всех участников отключить видео для обеспечения высокого качества трансляции. Если у вас будут какие-либо вопросы в ходе выступления, вы всегда их можете адресовать через поле чата. Так выглядит главное окно приложения для проведения вебинара. В нижней части экрана имеется панель управления, где доступны кнопки «Отключить звук», «Выключить видео» и «Открыть поле чата». У нас уже сформирована третья серия вебинаров, которая берет свое начало в июле месяце. В скором времени она станет доступна на нашем сайте. При этом напоминаю, что если у вас есть какие-либо пожелания или какие-то темы, которые вы хотели бы осветить в рамках нашего вебинара, мы открыты к переговорам, к этому, пожалуйста, обращайтесь. Итак, еще раз. Если у вас будут какие-либо вопросы в ходе сегодняшнего выступления, вы всегда их можете адресовать в поле чата. Антон Дегтярев по окончанию своего выступления обязательно их все осветит. Или вы можете обратиться также по непосредственно моему личному адресу, который указан на слайде. На этом организационная часть закончена, и я передаю слово нашему основному докладчику Антону Дегтяреву. Вам прошу подтвердить, что меня нормально видно и слышно. Я подтверждаю, да. Качество картинки и звук отличные, потому что начинается выступление. Спасибо. Добрый день, коллеги. Сегодняшний вебинар посвящен методам картопостроения для решения различных задач в дизайнере геологии. Меня зовут Антон Дегтярев, я ведущий геолог компании. И сегодня мы рассмотрим все вопросы, связанные с картопостроением. В целом, мы сначала рассмотрим возможности, которые дает в целом Т-навигатор, дизайнер геологии. Далее я расскажу про то, как организована работа с горизонтными 2D-картами, как организован в целом процесс картопостроения, про инструмент универсальной интерполяции, наш основной инструмент картопостроения. Рассмотрим различные методы интерполяции и другие средства для работы с картами. Коснемся вопросов многовариантного карпостроения, анализа неопределенности и подведем итоги по текущему состоянию. В целом, на данный момент, Т-навигатор – это комплексное законченное решение для моделирования нефтегазовых месторождений, полностью интегрированное. И дизайнер геологии входит сюда как основное средство для работы с геологической моделью. То есть все вот эти операции от импорта данных и до экспорта геологической модели, осуществления геонавигации решаются в модуле дизайнер геологии. То есть по задачам, которые он решает, он покрывает весь спектр задач по работе с геологической информацией. Подготовки данных, интерпретации сейсмики, построение геологической модели, подсчета запасов, анализа неопределенности и до подготовки основы для гидродинамического или геомеханического расчета. У нас в настоящий момент присутствует большое количество методов картопостроения. Причем с самого начала, еще с 2016 года, у нас уже было 4 метода интерполяции. И в последнее время начали активно появляться новые. Поэтому назрела необходимость осветить вот эти вот существующие методы, показать, какие для чего предназначены, поскольку некоторые универсальны, некоторые имеют какую-то узкую область применения, наиболее эффективно для каких-то частных случаев. Вот. Но сегодня мы рассмотрим это. Я буду говорить про версию 20.2, которая уже готова, и в самое ближайшее время будет выдано всем пользователям. Самое главное, с чего стоит начать, что у нас в программе разделено понятие горизонта и 2D-карты. Горизонт – это поверхность, у которой картируемая величина всегда глубина, то есть значение – это всегда глубина. И 2D-карта – это тоже поверхность, но у которой картируемая величина – это некоторый произвольный параметр, то есть не глубина. При этом для 2D-карт возможности даже несколько шире, поскольку если для горизонта у нас Z-значение всегда характеризует положение узлов сетки, то для 2D-карт есть возможность выбора. У нас это гладкая поверхность, аналогичная горизонту, или у нас это сетка, у которой для каждой ячейки присвоено какое-то свое отдельное значение, так же, как для 3D-сетки. То есть горизонт – это всегда некоторая гладкая поверхность, значение заданного в узлах, и интерпретируется как поверхность, проходящая через все эти узлы. Для 2D-карты есть выбор типа интерполяции – линейная или дискретная интерполяция. Для линейной интерполяции значение характеризует положение узлов в сетке, для дискретной интерполяции значение характеризует величину в ячейках сетки, так же, как для 3D-сеток. Вот примеры, иллюстрирующие это. То есть при линейной интерполяции 2D-карта аналогична горизонту, при дискретной аналогична 3D-сетке. То есть у нас в каждой ячейке какое-то свое значение, характеризующее всю ячейку в целом. То есть при линейной интерполяции у нас поверхность действительно близка к гладкой, при дискретной есть некоторая иллюзия гладкости, на самом деле это такая кусочная постоянная функция. Другой важный момент, что при линейной интерполяции у нас значение в соседних узлах и при отрисовке интерпретируется как имеющие какой-то плавный переход между собой. То есть образуется такая градиентная радуга между ними, если есть резкие перепады значений. При дискретной интерполяции у нас могут быть резкие границы, то есть резкий... Прошу прощения, у меня отключился интернет, переподключился на другую точку. Меня слышно? Да, отлично слышно. Сделай, пожалуйста, показ слайдов, режим 19-го слайда. Я говорил о том, что при линейной интерполяции у нас значение интерпретируется как значение в узлах сетки, при дискретной как значение в ячейках сетки. Это создает эффект градиентов визуальный при отображении резких переходов при линейной интерполяции. При дискретной интерполяции таких эффектов нет. Если единственной проблемой являются эти градиентные переходы, существует возможность визуально их убрать, не меняя суть карты. Для этого нужно применить дискретную палитру, где будут заданы только значения дискретных величин и не будет задано каких-либо промежуточных значений. С точки зрения организации процесса карты построения, у нас поверхность, с которой мы работаем, независимо от того, 2D-карта это или горизонт, может быть отображена как трехмерный объект, как трехмерная поверхность. Может быть отображена в 2D, как двухмерная поверхность. На основе этой поверхности могут быть процедурно сгенерированы изолинии, подписи изолинии. И дальше оформленную, как нам необходимо, карту в окне 2D мы можем открыть в окне макета печати и подготовить макет печатного документа, то есть, собственно, ту карту, которую мы хотим в дальнейшем экспортировать как PDF или как распечатку на принтере. Окно макета печати активно развивается. В частности, в версии 20.2 появилась возможность загрузки штампа, редактируемого в штамп в векторной форме, возможность импорта и экспорта шаблонов окна печати. То есть, все сопутствующие процедуры для оформления карт в программе имеются. То есть, самое главное – получить эту карту, то есть, каким-то образом проинтерполировать имеющееся значение и, если необходимо, выполнить какие-то, может быть, ручные операции, коррекции. Основной инструмент для карты построения – это процедура универсальной интерполяции. Достаточно длинная, то есть, слева – это верхняя часть этой процедуры, справа – нижняя, такой свиток. Почему длинная? Потому что процедура тем интересна, что позволяет за одно действие, за один раз, учесть все имеющиеся данные по объекту, который мы хотим смоделировать. То есть, это могут быть и маркеры, и точки, и какие-то линии разломов, и какие-то многоугольники. Их можно учесть одновременно. Наверху мы задаем исходные данные. Для удобства поля с вводом исходных данных можно свернуть. Задаем далее геометрию поверхности, которую мы строим, ее охват, шаг по иксу и иврику. Охват можно снять с любого другого объекта. И внизу блок, где мы задаем непосредственно параметры интерполяции. Метод, его настройки и ограничения по Z. Там минимальное и максимальное значение. Универсальная интерполяция позволяет одновременно учесть разнородные данные. То есть, там и линии выклинивания, и маркеры для скважин, где имеются маркеры и точки, если, например, это данные по каким-то архивным скважинам, которые неудобно загружать в виде маркера. Все это можно одновременно учесть при картопостроении. Теперь рассмотрим, какие имеются методы. Метод обратно взвешенных расстояний наиболее простой. Здесь каждая, можно сказать, если грубо описать принцип работы, каждая точка интерпретируется как аномалия от некоторого среднего. И мы задаем единственный управляющий параметр, степенной коэффициент, который управляет тем, насколько у нас эта аномалия широко распространяется. Метод быстро работает, имеет предсказуемый результат. Полученная поверхность, что бывает иногда полезно, по Z не может выйти за пределы исходных данных. То есть, это строгий интерполятор. Метод хорош для быстрой интерполяции точечных данных, но его недостатком является то, что на полученной карте или горизонте видно положение точек исходных данных. То есть, при разных коэффициентах рисовка будет отличаться, но в целом вот эта вот особенность остается. Метод хорош для того, чтобы, например, очень быстро посмотреть общую закономерность по точечным данным, найти области минимума, максимума, поскольку он очень быстро работает. Но для финишного карты построения лучше использовать какой-либо другой метод. Ситуация меняется, если у нас есть какая-то опорная поверхность, которая может быть использована как тренд. Например, поверхность сейсмического горизонта. В этом случае мы можем перейти от задачи непосредственной интерполяции точек к задачи интерполяции невязок относительно поверхности тренда. В этом случае метод обратно-извешенных расстояний работает очень хорошо. Независимо от степенного коэффициента мы получаем поверхность, которая точно проходит через точки исходных данных и при этом соответствует общей конфигурации тренда. Здесь настройки интерполяции коэффициент не очень сильно влияет на получаемый результат. Если имеется хорошо известная поверхность тренда, в которой мы уверены, то такой подход можно использовать. Другой метод интерполяции, который тоже широко используется, это кридинг. Это геостатистический алгоритм. Он во многом похож на метод обратно-извешенных расстояний, но в его основе лежит геостатистическая теория. То есть мы предполагаем, что у нас наши точки наблюдения – это замеры некоторой случайной функции, и мы хотим восстановить поверхность математического ожидания этой случайной функции, ее наиболее вероятное положение. Метод хорош для интерполяции точечных данных, дает гладкий результат, но на время работы существенно влияет количество точек входных данных. То есть при очень большом количестве входных точек наблюдается существенное замедление работы метода. Метод интересен тем, что параметры интерполяции можно задавать не экспертно, а подобрать в результате выполнения вариограммного анализа. То есть изучить изменчивость наших входных данных и задать ранги по основному направлению, по ортогональному, азимут, тип вариограммы. Для этого у нас в дизайнере геологии имеется блок анализа, вариограммного анализа данных, можно анализировать в том числе и распределение точечных данных, посмотреть, как у нас распределены разбросы значений по исходным данным, как у нас выглядят точки экспериментальной вариограммы, аппроксимировать их некоторой модельной вариограммой, подобрать оптимальные ранги по главному и по ортогональному направлению и дальше использовать их при интерполяции. В зависимости от используемых радиусов у нас существенно будет меняться получаемая поверхность. При малых радиусах у нас все аномалии будут локальными относительно некоторого заданного среднего. При больших радиусах у нас вот эти локальные аномалии будут сливаться и получаться более такая сплошная гладкая поверхность. В некоторых случаях решение ОЗ может выходить за диапазон исходных данных. Опять же, если у нас есть априорно известная модель трендов, в которой мы уверены, то можно от интерполяции исходных данных перейти к интерполяции невязок. В этом случае влияние радиусов, влияние модели вариограммы становится не таким существенным. То есть мы и в том, и в другом случае получаем гладкую поверхность, проходящую через все точки и близко соответствующую нашей трендовой поверхности. Как я говорил, в Кригенге есть проблема, когда у нас большое число исходных точек. И вот для решения в том числе этой проблемы был разработан алгоритм ОБОС, аппроксимация на основе сглаживания. Этот алгоритм не реализован в крупных каких-то других пакетах геологического моделирования, но представляет некоторый интерес, поэтому мы реализовали его у себя. Можно сказать, у нас один из таких уникальных инструментов сейчас. Вот он был добавлен в версии 20.1. Метод позволяет получить гладкую поверхность, проходящую через все точки исходных данных. И при большом числе точек не происходит вырождение системы уравнений, которую необходимо решать, не происходит замедление расчетов, радикальное увеличение ресурса емкости. В этом отношении метод представляет интерес. В основе его работы лежит линейная интерполяция точечных значений. Полученная такая угловатая карта сглаживается, считаются невязки от всех точек, опять они триангулируются, опять считаются невязки, и таким образом получается финальная карта. Настройки не очень, может быть, очевидные, поэтому для данного метода у нас предусмотрено предустановленное значение. Как правило, настройки по умолчанию дают хороший результат. Это слева с настройками по умолчанию для получения гладкого результата. Интересная опция – это на рисунке справа возможность не подавлять осцилляции. То есть между точками остаются такие как бы немного сглаженные ребра. То есть временно выключив этот параметр, мы можем временно увидеть положение точек исходных данных. Потом для необходимости выключить. Вот это бывает в каких-то случаях удобно при работе с картой, когда мы хотим понять, какие области на карте связаны непосредственно с точками исходных данных, а какие с работой алгоритма интерполяции. Еще один интересный метод – это метод минимальной кривизны. Раньше он у нас в пакете шел под именем метода наименьших квадратов, но это не настолько точное название. Поскольку у нас метод минимальной кривизны – это способ подбора значений, поскольку у нас появились уже и другие методы, основанные на подборе методом наименьших квадратов, то мы перешли к более точному наименованию метода, вот метод минимальной кривизны. В основе метода лежит идея подбора гладкой поверхности с заданными параметрами изгиба к точкам. То есть изначально метод – это метод аппроксимации. То есть исходная поверхность не должна четко проходить через точки. То есть это метод подбора такого тренда. Но алгоритм можно запускать итерационно. То есть у нас есть возможность сразу за один запуск запустить его в итерационном режиме, когда невязка от первого решения интерполируется второй раз, очень близко подходит к точкам. Невязка от третьего решения еще раз интерполируется, еще ближе, и в конце остается там невязка какая-то на уровне миллиметров, что для геологического моделирования уже не существенно. То есть метод сводится к интерполяционному, при этом полученная поверхность обладает гладкостью, с заданной степенью гладкости, что может быть необходимо для ряда задач. Помимо того, что метод можно использовать для аппроксимации, для интерполяции точечных данных, он еще интересен тем, что его можно использовать для решения задачи восстановления поверхности по изолиниям. То есть непосредственно у нас в дизайнере геологии можно загрузить какую-то растровую карту, привязать ее по трем точкам, оцифровать все непосредственно у нас в пакете, и дальше по вот этим вот оцифрованным изолиниям восстановить поверхность с какой-то растровой карты архивной, например, чтобы дальше использовать ее при моделировании. Вот это такое восстановление можно сделать с помощью метода минимальной кривизны. Основные параметры метода минимальной кривизны это значение первой и второй производной, то есть параметры, управляющие сгибом поверхности. Также достаточно сильно влияет шаг измельчения. Внизу вот блок устранения невязок, который предназначен для того, чтобы решение было не аппроксимационным, а интерполяционным. Как это выглядит? Слева у нас интерполяция с оптимальными значениями, это наше значение по умолчанию, мы сразу получаем гладкую поверхность, которая проходит через все точки исходных данных. Справа это решение, где мы хотим более сильно подчеркнуть какую-то вот региональную составляющую. Для этого мы уменьшаем значение первой производной, увеличиваем значение второй производной и задаем меньшее количество шагов измельчения. Получаем вот такую вот поверхность, которая тоже проходит через все точки с исходными данными, но существенно более четко подчеркивает региональную составляющую. Другим способом получения гладкой поверхности является конвергентный метод. он появился у нас не так давно, в конце прошлого года. Метод известен многим пользователям по другим пакетам моделирования, поэтому, чтобы было удобно переходить, например, с других пакетов на наш, мы этот метод тоже реализовали у себя. Метод хорош тем, что позволяет получить гладкую поверхность с минимальным количеством настроек, то есть, можно сказать, настройки по умолчанию можно не трогать и всегда получать гладкую поверхность, вот так на рисунке справа, которая восстанавливает и региональную составляющую, какие-то локальные особенности. Есть возможность менять вот этот вот единственный параметр, коэффициент измельчения. Он влияет на то, как резко у нас происходит переход от регионального масштаба к локальному. То есть, при минимальном значении 1,25, это минимальное для метода значение, у нас переход от региональной изменчивости к локальной наиболее плавный, при коэффициенте 2,5, это большое значение, вот у нас региональная составляющая и на ее фоне выделяются отдельные маленькие локальные особенности. Другой метод, который вот у нас появился только что, это сплайн-интерполяция, local-based spline. Метод хорош тем, что он тоже при минимуме настроек, дает гладкую поверхность, проходящую через все точки исходных данных и в каких-то случаях получаемое решение может быть даже более предпочтительным, чем результат конвергентной интерполяции. вот есть возможность задавать коэффициент измельчения сетки, но во многих случаях он не очень сильно влияет на получаемый результат, то есть сплайн-интерполяция это метод, когда хочется получить гладкую поверхность вообще при настройках по умолчанию, то есть метод управляется самими данными. На многих случаях это бывает полезно и он быстро работает. Еще у нас есть возможность моделировать поверхности в многовариантной форме с использованием метода SGS последовательной гауссовой симуляции. Это геостатистический метод, так же как Кригинг. То есть есть возможность на основе вариограммного анализа изучить изменчивость свойств в пространстве, например, изменчивость карты пористости, если мы интерполируем пористость, изменчивость высоты горизонта, если мы интерполируем поверхность горизонта. Так же как и с Кригингом на результат, на время получения результата влияет количество точек входных данных. Особенно ограничением является лежащее в основе метода гипотезы стационарности. То есть все точки интерпретируются как аномалии от некоторого среднего с одинаковыми по площади параметрами, в том числе параметрами вариограммы. Если среднее неизвестно, то результат может быть не очень красивым. Параметры все, управляющие параметры все те же, что и у Кригинга. И подобрать их тоже можно в результате выполнения вариограммного анализа, так же как и для Кригинга. Мы можем управлять типом вариограммы, радиусом, и так же как и для Кригинга он будет влиять на область распространения наших аномалий. Полезность данного метода проявляется, если у нас известна модель тренда. То есть реализация без заданной модели тренда, как будто бы относительно некоторого среднего, они не очень геологичны. Но если у нас есть модель тренда, то мы получаем реализацию, которая демонстрирует отклонение, возможное отклонение от этой модели тренда. то есть фактически это то, что нужно, чтобы смоделировать возможную неопределенность, например, структурную неопределенность при многоговариантном моделировании. И здесь метод СГС является хорошим способом задания этой неопределенности, поскольку поверхность тренда у нас известна, она во всех реализациях будет одна и та же, а собственно каждая из реализаций будет отличаться и с заданными нами параметрами будет демонстрировать возможное отклонение от этой модели тренда. Ну и говоря о связи последовательной гаосфовой симуляции и кригинга, можно показать, что вот у нас различная реализация последовательной гаосфовой симуляции, они являются как бы такими отклонениями от решения, найденного с помощью кригинга. То есть если запустить бесконечно большое количество реализаций методом последовательной гаосфовой симуляции и осреднить их, то мы получим решение, найденное с помощью кригинга. геостатистический аппарат в настоящее время широко распространен, но его особенностью иногда полезной, а иногда и не очень является лежащая в его основе гипотеза стационарности. Что это означает? что у нас наша величина, которую мы моделируем, рассматривается как случайная функция, которая стационарна по площади. То есть во всей, в любой точке пространства она одинаковым образом отклоняется от некоторого среднего. То есть везде одинаковая вариограмма, везде одинаковая гистограмма значений и везде одинаковая средняя. Но поскольку реальные геологические параметры, как правило, нестационарные, то можно смягчить гипотезу стационарности, задав модель тренда. Справа некоторая модель тренда. Проблемой является здесь то, что для многих методов детерминированной интерполяции и для конвергентного, и для сплайна, и для других нет возможности задать карту азимутов. Если у нас какое-то распределение, вот как здесь справа, возможно связанное с какой-то русловой системой, мы не можем задать какое-то предпочтительное направление сноса осадков с тем, чтобы у нас рисовались различные версии русла. У нас картина будет такая размазанная. И даже если мы зададим вот эту найденную модель тренда при интерполяции с помощью метода SGS, то у нас по всей площади, в частности, вариограмма будет одинаковая. То есть у нас размер вот этого шума будет одинаков по всей площади. Иногда это полезно, иногда это то, что нужно, иногда нет. И кроме того, стандартными средствами нельзя воспроизвести резкие переходы значений, которые часто встречаются в геологической среде, например, при официальных изменениях. То есть если мы хотим многовариантно моделировать какие-то карты или горизонты, нам необходимо иметь возможность откуда-то получить модель тренда. Потому что сам геостатистический аппарат не дает ответа на вопрос какая модель тренда более достоверна, какую лучше использовать. И тут еще есть проблема связанная с тем, что многие методы интерполяции дают нулевые невязки. То есть фактически являются идеальным трендом, который не оставляет ничего для дальнейшего для дальнейших интерполяций с помощью например СГСа. То есть собственно решение такое детерминированное уже является готовым ответом. Если бы была возможность генерировать многовариантно такие модели трендов, собственно это было бы готовое решение. Но до недавнего времени таких методов не существовало. То есть в идеале для моделирования многовариантных распределений хочется, чтобы можно было учитывать и нестационарность свойств и наличие как мягких, так и резких переходов. Учитывать то, что у нас распределение свойств может не соответствовать нормальному закону распределения, но до недавнего времени таких алгоритмов не было. До прошлого года. А в прошлом году мы плавно переходим, появился метод Amazonas, весной появился и летом уже был реализован у нас в дизайнере геология. Особенность этого метода в том, что он позволяет работать в условиях реального распределения данных, то есть не надо переходить к нормальному распределению, не надо строить модель тренда, фактически он сам многовариантно строит тренд. Справа показана одна из реализаций метода, но он многовариантный, мы можем генерировать бесконечно большое количество таких распределений, они всегда точно соответствуют исходным данным, и фактически это набор таких концептуальных отличающихся моделей, которые можно осреднять, можно использовать при анализе неопределенности, при этом есть возможность учитывать также и экспертно заданные направления сносо-осадков, параметры метода, здесь так же как и в геостатистике мы управляем главный размером эллипсоида поиска, главная полуось, соотношение главной полуоси и второстепенной, но в отличие от геостатистики это не параметры вариограммы, это скорее минимальный размер геологического тела, который мы планируем выделить, чем меньшего размера тела мы пытаемся выделить, тем дольше будет идти расчет. Абстериорное смещение позволяет на каждом шаге решения учитывать возможный дрейф значений. и таким образом мы можем генерировать множество отличающихся реализаций, которые показывают, как у нас могут распространяться свойства, которые всегда соответствуют исходным данным и воспроизводят как плавные, так и резкие градации свойств. Можно использовать круговое окно поиска, можно задавать карту азимутов и тогда у нас будут не просто какие-то тела, а различные версии русловой системы. Этот метод уникальный, он есть только в дизайне региологии. Еще одним новым методом, который появился у нас в текущей версии, является интерполяция или аппроксимация полиномами. Метод позволяет построить гладкую полиномиальную поверхность, которая аппроксимирует все точки исходных данных. Если точек, в отдельных случаях это может быть интерполяционное решение, например, если точек 3, а мы хотим построить плоскость. при нулевой степени мы строим горизонтальную плоскость, которая оптимально аппроксимирует все наши точки. При первой степени мы строим наклонную плоскость, которая оптимально аппроксимирует наши точки. Это, например, может использоваться при решении задачи построения контакта по трем точкам. Будет получено решение, которое будет проходить через эти все три точки. При второй степени мы строим поверхность уже полиномиальную, полинома второй степени, которые проходят через точки и так далее. Полином третьей степени, четвертой, пятой. Чем выше степень, тем менее устойчивым становится решение на краях, там, где мы выходим за область исходных данных. Поэтому на практике степень выше пятой обычно не используется. То есть обычно стараются использовать либо вторую, либо третью степень. Подбор полиномиального тренда иногда применяется в ее статистике, поскольку там необходима какая-то модель тренда, если у нас данные нестационарные. В каких-то случаях может применяться для построения поверхности контакта и для некоторых других задач. помимо того, что у нас поверхность может быть проинтерполирована непосредственно по исходным данным, у нас существуют и другие средства для работы с картами поверхности. Поверхность может быть подсажена на маркеры, мы причем можем задать метод, с помощью которого будет осуществляться подсадка радиус, влияние методов, предусматривающих это, или как для метода диди просто степенной коэффициент. Мы можем сгладить полученную карту, например, слишком зашумленную и получить более гладкую на ее основе. Вот если при этом образуются невязки, дальше с помощью показанной на предыдущем слайде процедуры может быть произведена подсадка обратно на исходные точки. Существует возможность интерактивного редактирования поверхностей в окне 2D по изолиниям мы задаем радиус влияния и перерисовываем конфигурацию изолинии, как мы хотели бы, чтобы она проходила. Существует возможность мягкого редактирования поверхностей с помощью такой редактирующей кисти либо в окне 3D то есть мы задаем радиус кисти и интерактивно двигаем нашу поверхность, например, чтобы замкнуть какую-то изолинию. Либо в версии 20.2 появилась возможность осуществления этой же процедуры в окне 2D то есть тоже задается радиус кисти и выполняется редактирование. Интересной особенностью работы нашей программы является то, что все параметры, которые мы задаем, могут быть заданы в виде не какого-то конкретного числа, а в виде переменной. То есть workflow создания нашей модели все операции, которые мы производили и какие-то переменные, какие-то параметры, в которых мы не уверены, и мы хотим посмотреть, например, как они влияют на запасы по нашему месторождению. Например, у нас мы не уверены, с какими параметрами лучше интерполировать какую-то карту, допустим, карту средней пористости. Мы можем, допустим, в конвергентном алгоритме не знаем, какой поставить коэффициент измельчения сетки. Мы можем поставить его в виде переменной и дальше при многовариантном запуске программа сама переберет множество вариантов и мы проанализируем, насколько, например, этот параметр влияет на полученные запасы по модели. Можем задать, например, набор карт тренда, допустим, от разных интерпретаторов, задать переменную, которая будет перебирать вот эти вот пять реализаций, задать ее универсальной интерполяцией как переменную и тоже на многовариантном запуске у нас будут перебираться значения этой карты тренда. Затем запускаем многовариантный расчет, например, вот тысячу реализаций, получаем общее распределение, ну, допустим, у нас целевая функция была HCPV, получаем общее распределение в зависимости от влияния всех переменных и можем проанализировать по каждой переменной по отдельности насколько велик ее вклад в общую неопределенность. То есть может оказаться, например, что у нас параметры, допустим, конвергентной интерполяции влияют очень слабо, а, допустим, там трендовые карты влияют более существенно. Это позволяет нам принимать какие-то решения и по тому, как эффективнее построить процесс уточнения модели и просто понять, какие параметры влияют на общую неопределенность, насколько мы можем быть уверены в решении, получаемом с помощью нашей модели. Ну, таким образом, можно говорить, что вот в настоящее время мы предлагаем полностью законченные решения для геологического моделирования и для карты построения в частности. есть все необходимые инструменты, реализовано большое число алгоритмов, при этом есть как общераспространенные, так и уникальные алгоритмы, не встречающиеся в других пакетах. Методы интерполяции оптимизированы для работы на компьютерах с параллельной архитектурой, то есть мы изначально при их разработке следим за их вычислительной эффективностью, чтобы расчет шел на всех ядрах, чтобы максимально полный использовался ресурс компьютера и помимо возможности получения поверхности с помощью интерполяции есть возможность редактирования построенных поверхностей, в том числе и с использованием интерактивных процедур. И в процедурах все параметры могут быть заданы как переменные и таким образом произведен анализ неопределенности моделирования. Ну вот в целом это все у меня. Спасибо за внимание. И давайте сейчас если есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Так, вот поступил вопрос от Дениса Егоркина «Возможен ли импорт в проект готовых трехмерных поверхностей с нерегулярными ячейками или ячейками повернутыми на определенный угол? Например, поверхность формата Yerch Vision Grid. У нас поддержан импорт поверхностей с поворотом на заданный угол, но нет поддержки нерегулярных поверхностей с нерегулярным шагом. Если в рамках каких-то задач это будет необходимо, это такую функцию можно было бы добавить в рамках технической поддержки. Про Амазонос, где можно было бы подробнее где-то посмотреть и почитать. Артем Подосенов спрашивает. Про Амазонос был доклад на конференции Геомодель 2019. Можно посмотреть в архивах конференции. И мы планируем сделать какое-то может быть более крупное мероприятие с более развернутым изложением и алгоритма и примеров его использования, поскольку для этого понадобится более 2-5 часов. Ну вот в текстовом виде можно посмотреть в тезисах конференции Геомодель 2019. Спасибо за столь увлекательный доклад. Я полагаю, что вопросы исчерпаны и если они появятся, то мы обязательно на них предоставим ответ. Тем временем продолжить. Итак, смотрите, уважаемые коллеги, запись сегодняшней сессии и всех предыдущих доступна на нашем канале в YouTube. О том, как найти на YouTube ссылка направлена в чат. Также нам важно понимать, что вам действительно понравилось в этой сессии, что хотелось бы изменить и что хотелось бы модифицировать. Потому попросим вас пройти опрос, который потребует буквально всего 2-2 минуты. ссылка на него также направлена в поле чата. И если у вас остались какие-либо предложения, то мы всегда открыты к ним. Можете писать к нам на почтовый адрес, указанный на данном слайде. На этом наш вебинар подошел к концу и мы ждем вас в июле месяца. Всего доброго, спасибо за внимание, до свидания. До свидания.